Волна гнева по поводу постановления правительства Российской Федерации за номером 354 прокатилась по всей стране. Людям предлагается оплачивать не только собственные коммунальные нужды, но и потратиться на общедомовые. При этом, если сосед по каким-то причинам отказывается платить, за него должны расплатиться соседи. Не меньше негатив вызывает качество воды в Кузнецке. Эту проблему уже можно назвать наболевшей. Люди требуют, чтобы воду, которая течет у них с под крана, признали технической. Поскольку таковой она и является, и просто непригодна для купания, и тем более для питья. Не успокаивает общественность информация о планах строительства станций обезжелезивания на территории города. При этом совершенно справедливо возникает вопрос, куда смотрели активисты от народа, когда в частные руки уходил водоканал. Ни одного протеста в контролирующей структуре так и не было заявлено. Этот вопрос вызвал бурю эмоций, но по сути так и остался без ответа. Остается надеяться, что новая волна общественной активности, возникшая вокруг водоканала, поможет вернуть городу этот жизненно необходимый объект. Вы где все были два года назад, когда у вас умыкнули водоканал? Где вы все были? Кто писал куда? Я обратил чайную воду. Не знаю, еще раз говорю, ни одной бумаги я не нашел. Недовольны граждане повышением тарифа на вывоз мусора, опасаются за износ коммуникаций и жилищного фонда города, поэтому боятся создавать ТСЖ. Недовольны качеством кузнецких дорог и ждут решения всех этих проблем от властей. Елена Годятская, Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день». Продолжение следует...